Итак, четыре способа вставки видео в запись на блоге. Многие из вас даже, наверное, не догадывались, что есть только способов. Обычно мы пользуемся одним, максимум двумя. Но в каждом из этих способов есть свои преимущества, поэтому мы их разберем подробно. Итак, первое, что вы должны, конечно же, знать, что прежде чем видео публиковать на блоге, оно должно быть доступно в интернет. То есть оно уже должно быть в интернет, неважно, как оно там появится. Либо вы его загрузите к себе на хостинг, либо вы его загрузите на бесплатный видео хостинг, специальный хостинг, который размещает видео. Ну, практически это уже социальные сети, как YouTube, Vimeo, их на самом деле не только эти два, есть еще и другие. Вот, но как бы эти видео, эти видео хостинги, они практически стали уже сообществами, как вот, ну, социальная сеть, как Facebook, как Twitter, да, мы там тоже набираем друзей, поклонников, они тоже могут лайкать наше видео, делиться этими видео и так далее. То есть обязательно, если у вас еще нет аккаунтов в YouTube, обязательно его заведите в Vimeo по желанию. Вот, все, кто настраивали блог на шаблоне AB Inspiration, мы этот этап проходили. Мы все регистрировали YouTube, потому что там необходимо было вставить ставки специальные. Вот, все, кто вот с AB Inspiration, вы об этом уже знаете, и у вас наверняка аккаунт есть. Итак, когда вы загрузили видео, неважно куда, да, то есть либо на хостинг, либо на видео хостинг, у нас есть четыре технологии вставки видео. Я вот сегодня расскажу об этих ставках, но мы еще будем подробно о них говорить на следующих занятиях. То есть сегодня мы некий такой обзор делаем. Итак, технология первой вставки, это Shortcode, InBit называется он. Это встроенный функционал WordPress, то есть встроенная возможность WordPress вставлять видео. То есть это не плагины, ничего. Вот примерно с версии 2.9 WordPress начал работу над видео. То есть раньше, если помните, мы специальные плагины устанавливали, чтобы вставлять видео и так далее. Достаточно было все непросто, несложно и непросто. Но сегодня, допустим, уже есть даже такая технология, которая позволяет, позволяет даже вот без всяких кодов вставлять видео, просто вставить ссылку и все. Вот. Ну вот мы о ней тоже поговорим, а вот сначала InBit. Это Shortcode, это такие вставки специальные, которые прошиты, допустим, уже в самом WordPress, и вместо вот этих вот квадратных сковок слова InBit и закрывающего тега InBit вставляется нужный код. То есть он уже прописан в файлах WordPress. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Коррес. Продолжение следует...